Ацетилсалициловая кислота аспирин, также известный как ацетилсалициловая кислота, АСК. Это лекарство, используемое для уменьшения боли, лихорадки или воспаления. Конкретные воспалительные состояния, для лечения которых используется аспирин, включают болезнь Кавасаки, перикардит и ревматическую лихорадку. Аспирин, введенный вскоре после сердечного приступа, снижает риск смерти. Аспирин также используется в течение длительного времени, чтобы предотвратить дальнейшие сердечные приступы, ишемический инсульт и образование тромбов. У людей из группы высокого риска, это может также снизить риск некоторых видов рака, особенно рака прямой кишки. Эффект от боли или лихорадки обычно начинается в течение 30 минут. Аспирин является нестероидным противовоспалительным препаратом, НПВП, и действует аналогично другим НПВП, но также подавляет нормальное функционирование тромбоцитов. Аспирин не рекомендуется в последнем периоде беременности. Высокие дозы могут привести к звону в ушах. Предшественник аспирина найден в листьях из дерева ивы, род салекс, был использован для его воздействия на здоровье человека, по крайней мере, 2400 лет. В 1853 году химик Чарльз Фредерик Герхард относился к медицине салицилата натрия с ацетилхлоридом для получения ацетилсалициловой кислоты в первый раз. В течение следующих 50 лет другие химики определили химическую структуру и придумали более эффективные методы производства. В 1897 году ученая из Байер-компания начала изучать ацетилсалициловую кислоту в качестве менее раздражающего лекарства, заменяющего обычные салицилатные препараты. В 1899 году компания Байер назвала его аспирин и продавала по всему миру. Популярность аспирина росла в первой половине XX века, что привело к конкуренции между многими торговыми марками и составами. Слово аспирин было торговой маркой компании Байер, однако их право на товарный знак были утеряны или проданы во многих странах. Аспирин – одно из наиболее широко используемых лекарств в мире, ежегодно потребляется около 40 тысяч тонн, 44 тысячи тонн, от 50 до 120 миллиардов таблеток. Он включен в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.